Данил, в России уже 17 лет отмечают День народного единства, и это достаточно молодой праздник. Как считаете, прижился ли он в России, и какие ценности он несет? Я думаю, что праздник в российском обществе пока не прижился. Очень многие воспринимают 4 ноября как просто очередной выходной по непонятному поводу, ну, такой тайм-аут в длинной череде рабочих недель, осенних, возможность немножко отдохнуть, до Нового года еще далеко. Другая часть, особенно старшее поколение, воспринимает этот праздник как искусственную замену 7 ноября. Разница между этими датами всего 3 дня, и существует мнение, что специально ввели некий непонятный в честь чего сделанный праздник, чтобы не праздновать 7 ноября и отвлечь людей от памяти о 7 ноября. Но эта точка зрения, мне кажется, сейчас уже сходит на нет. Ценности этот праздник несет в целом традиционные. Идея объединения всех народов России, всех социальных групп ради государственных интересов, ради общенациональных интересов, ради созидания. В общем-то, она не нова, и она прошла через всю отечественную историю. Поэтому, в принципе, праздник единения наций – это нормально, и это соответствует нашей исторической традиции. Менялся ли контекст празднования Дня народного единства в зависимости от событий, которые происходили? Ну, допустим, всевозможные митинги, события в Крыму, Донбасс. Или мы всегда отмечали этот праздник, относя его к истории российской и без каких-либо параллелей? Но, смотрите, сначала, когда заводили этот праздник, особо каких-то таких важных, значимых событий не было. Ну, если говорим 17 лет назад, да? Да, 17 лет назад, что тут, 2005 год, в общем-то, такого актуального контекста не было. Но со временем он появился. И вот если на первых этапах празднования, я думаю, прежде всего обращались именно к истории, к памяти о смутном времени, о том, как тогда Россию спасли общими усилиями от интервентов, то впоследствии День народного единства превратился в такой, ну, скажем, повод поговорить государству, транслировать свою точку зрения на актуальные политические, в том числе внешнеполитические события, объединить все силы, которые поддерживают государство, поддерживают его политику под флагом соответствующим. И чем дальше, я думаю, тем более этот праздник становился привязанным к конкретному контексту. И сейчас тоже, да? Ну, я думаю, что и сейчас тоже. Вот если говорить о народном единстве, да, как вы считаете, в каком состоянии сейчас находится наше общество? Потому что вот спецоперация, да, ну, мы знаем много таких примеров, она там разделила семьи, расколола буквально там отца и сына, да, расколола общество. Я думаю, что вот это деление, да, этот раскол из-за спецоперации – это всего лишь незначительная часть общего разъединения, которое присутствовало и присутствует в нашем обществе. К сожалению, наше общество не имеет четкой, понятной цели, ради которой оно должно сплотиться и объединиться. Поэтому вот то, что нам пропагандировали, индивидуализм, конкуренция, ну, то, что называется «вам никто вам не должен», вот именно это разобщило общество наше. А то, что по какому-то актуальному поводу точки зрения разошлись, так это результат. Это результат того, что нам 30 лет говорили, что вот может быть такая точка зрения, вот может быть другая, у нас свобода слова, у нас толерантность, то есть, ну, и вот мы имеем то, что имеем. Я не думаю, что именно специальная военная операция, некое такое целостное монолитное общество взяла и расколола. По-вашему, Данил, как наше общество переживает нововведение, да, которое сейчас у нас есть в России, к примеру, то, что в состав России вошли 4 новых субъекта? Я думаю, что у людей такое состояние подвешенности, у людей такое состояние вот некое такого перепутья, и это, конечно, еще больше, я думаю, разобщает, вот, поэтому какой-то однозначной ситуации в обществе нет. Конечно, есть немало тех, кто рад поддерживать расширение территории России, есть те, кто не рад, там, по разным причинам не рад. Может ли общество по своим каким-то правилам, если они существуют, прийти к единству или все-таки обязательно вмешательство властей? Я думаю, что не может, потому что объективно, во-первых, у нас общество разнородное, в обществе существуют различные социальные слои, интересы экономические, политические этих слоев могут быть разные, иногда диаметрально противоположные. Плюс существуют различные экономические интересы, даже внутри социального слоя. То есть, если общество не объединять, если его не сплачивать ради какой-то общей цели, оно так и будет, разрозненным, разрушенным, разобщенным. Можно прийти два исторических примера, когда общество сплотилось ради понятной всем цели. Это как раз 1612 год, по поводу которого и существует День народного единства, когда было понятно, что нужно сохранить государственность, спасти ее. Ну, тогда все объединились вокруг идеи изгнания неприятелей из столицы и избрания нового царя. Это понятные всем цели. Другой пример – это 1941 год, когда все сплотились по поводу, ну, ради того, чтобы сохранить уже не только государство, но и жизни свои. Потому что шел враг, который хотел всех нас просто уничтожить физически. Вот это понятная цель. И она сплачивает общество. Но и в том, и в другом случае общество сплотилось не автоматически само по себе, а потому что были некие силы, способные эту задачу сформулировать. В 17 веке это была церковь, это было местное самоуправление, в 20 веке это было государство. В непростые времена на чем, по-вашему, нужно основывать стремление к объединению, если мы говорим о мире, ну, или, может быть, России в частности? Ну, на самом деле, у нас же ведь есть огромный пласт вот этих вот культурных, моральных ценностей. Я думаю, что общество можно объединить вокруг идеи созидания, вокруг идеи любви, вокруг идеи взаимопомощи, вокруг идеи, ну, скажем, открытия, прогресса. Ну, кстати, если о взаимопомощи, сейчас же многие объединились, да, вот, собирают мобилизованные вещи, продукты там, вот, форму. Ну, это же тоже, как бы, своего рода такое объединение, да? Да, да, вот, но с другой стороны, да, то есть люди самоорганизуются ради реализации вот конкретно этой задачи, но ведь другие самоорганизуются ради реализации другой противоположной задачи. Поэтому здесь, здесь пока я не вижу сейчас какого-то такого общего знаменателя, которому можно всех привести. А значительная часть людей сейчас вообще заняло в ожидательную позицию, пассивную. Ну, учили же, да, каждый сам за себя. Вот каждый самый за себя. На что, по-вашему, должно пойти общество, чтобы прийти к этому самому единению? Полного единения в нынешних условиях достигнуть невозможно. Не должно быть слишком много демократии и слишком много государственного контроля. Вот, если удастся достичь этой золотой середины, соответственно, общество, наверное, будет удовлетворено, то есть большая часть этих общественных интересов будет сбалансирована. И тогда можно будет говорить о каком-то определенном единстве. До тех пор, пока, ну и кроме того, социальное неравенство. До тех пор, пока не будет хотя бы минимизировано имущественное и любое другое неравенство, тоже ни о каком единстве не может быть и речи. Спасибо. Продолжение следует...